Здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала. Меня попросили рассказать, как создавать совместные стримы. Что это такое? Это когда два блогера ведут одновременно прямой эфир. Кстати, обе ссылки на каналы этих двух прекрасных дам находятся в описании. Проходите, подписывайтесь. А я продолжу. Раньше для этого нужно было путем сложнейших для непосвященных пользователей создавать виртуальные серверы. А затем при помощи приложения АБС, который тоже кстати имеет свои настройки, уже выходить прямой эфир. Но не так уже сравнительно и давно, может года 2-3, появилась стриминговая платформа поточного увещания StreamYard. Это не приложение, а именно платформа, то есть сайт. И чтобы провести через эту платформу стрим, большие знания не нужны. Как впрочем и сложных настроек. Ну что, поехали. Открываем свой браузер. В поисковой строке прописываем словосочетание StreamYard. Вам откроется вот такой интерфейс на английском языке. Чтобы нам стало все понятнее, наводим курсор на пустое место. Далее кликаем правой кнопкой мышки. В открытом окне выбираем перевести на русский. Далее нам нужно зарегистрироваться. Делается все довольно просто и стандартно. Указываем адрес электронной почты и далее по списку. Я же зарегистрирован, поэтому кликаю авторизоваться. Тут я введу свою электронную почту и кликаю получить код для входа. Далее я иду на свой почтовый ящик, где мне пришел шестизначный код. Копирую его и вставляю. Вот мы с вами на главной странице трансляции. Теперь нам нужно ее создать. Выбираем новую трансляцию. Далее нам нужно выбрать ту платформу, на которой будет идти стрим. Для этого кликаем на плюсик и выбираем ютуб. Если вы хотите вести стрим на фейсбук, твиттер или твиче, тоже проблем нет. Выбирайте ту сеть, которая вам необходима. Я кликаю на ютуб. Выбираю свой канал и даю разрешение. Далее в открывшемся окне, в первом блоке прописываем название стрима. Во втором блоке описание. В третьем блоке выбираем параметры доступа. Паблик это когда видят все зрители. Второй раздел доступ по ссылке. И третий закрытый стрим. Я выберу закрытый, чтобы не включилась общедоступная трансляция. Когда вы будете вещать, выбирайте паблик. Поставив галочку в этом чекбоксе, можно трансляцию запланировать на какую-либо дату и время. Для отложенной публикации загрузим значок или картинку с названием стрима. И подтверждаем наши действия. Когда мы все это сделали, заходим в студию вещания, нажав на эту кнопку. Здесь вы можете проверить как работают ваши камеры и микрофон. Для того, чтобы не было звукового эхо, рекомендую использовать наушники вместо динамиков. Это блок отображения имени. Вы можете прописать название своего канала. Или это поле оставить пустым. Далее входим в студию. Вот мы с вами на той странице, откуда и будем ввести стрим. Кликаем добавить в поток. Но прежде чем начать трансляцию, давайте настроим ее и на канале ютуба. Переходим на свою страницу. Далее видео. Затем трансляцию. И вот наш подготовленный стрим. Нужно его оптимизировать. Название и описание мы уже добавили ранее. Загружаем на значок. Выбираем плейлист. Прописываем теги. Сохраняем. Далее идем в настройки трансляции. Рекомендую установить подписчики. То есть на вашем стриме могут в чат писать только те пользователи, которые на вас подписаны. Ставлю одну минуту. Вы можете выбрать большее время. Это то время, которое нужно выжать новому подписчику, прежде чем он сможет писать в чат. Если вы захотите ограничить частоту отправки сообщений в чат, то поставьте галочку и выберите нужное время. Сохраняем. Все, оптимизацию мы сделали. Теперь свой канал можно закрыть. Еще пару слов о настройках. Во время прямого эфира вы можете на этой панели отключать микрофон и камеру. Кликаем начать трансляцию. Все, мы начали прямой эфир. Для того, чтобы пригласить на ваш стрим другого блогера, для этого кликаем на макет для двух стримеров. Можно выбрать и большее число. Далее кликаем пригласить. В открытом окне копируем ссылку и отправляем ее вашему визави. Можно эту ссылку опубликовать в чате. Пройдя по данной ссылке, тот канал, к которому вы ее отправили, присоединится к совместному стриму. Чтобы завершить стрим, кликаем на соответствующую кнопку. И да, чуть не забыл, если вы захотите, чтобы все комментарии отображались на главном экране вашего стрима, то нужно кликнуть сюда. Вот, друзья, в принципе и все. Ссылка на платформу находится в описании к этому видео. На этом я заканчиваю. Всем удачи. А что я с вами, ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok